Конец 17 века. Османская империя, расширявшая свои владения на европейском континенте, была серьезной проблемой не только для Габсбургов, правивших Священной Римской империей, но и для Речи Посполитой, которая по итогам войны с османами потеряла правобережье Днепра и Подолье, а также для Венецианской республики, которая лишилась целого ряда островов Средиземноморья и контроля над основными торговыми путями. В сложившейся ситуации под покровительством Папы Иннокентия XI была создана Священная Лига для борьбы с османами, в которую помимо Священной Римской империи вошла речь Посполитая и Венецианская республика. Сразу же после образования Священной Лиги в 1683 году она начала войну с Османской империей. Чтобы увеличить свои шансы на победу, члены Священной Лиги решили привлечь на свою сторону Русское Царство, которое смогло бы отвлечь силы крымских татар и осман от основного театра боевых действий. Переговоры между Священной Лигой и Русским Царством начались в 1684 году, но проходили они довольно трудно. Дело в том, что управлявшая Русским Царством царевна Софья готова была разорвать заключенность с османами по итогам прошлой войны мир лишь в том случае, если Речь Посполитая откажется от своих претензий на Киев и прилегающие к нему территории. Лишь в 1686 году удалось прийти к соглашению. В обмен на вступление Русского Царства в войну против осман и выплату Речи Посполитой 146 тысяч рублей поляки официально отказывались от каких-либо претензий на Киев и Смоленск. В 1687 году крупное русское войско выдвинулось по направлению к Крымскому ханству, которое находилось в вассальной зависимости от Османской империи. Изначально планировалось, что войско прибудет к границе Крымского ханства в начале марта, но в итоге лишь к середине мая, высланная из Москвы армия, объединившись с донскими и запорожскими казаками, вошла на территорию Крымского ханства. В итоге под командованием князя Голицына оказалась внушительная армия, численностью около 90 тысяч человек, которая продвигалась вглубь территории ханства, не встречая никакого сопротивления. Крымский хан Селим I Герай прекрасно понимал, что столкновение с превосходящим по численности и вооружению русским войском закончится для него плачевно, поэтому он принимает решение отступить в Крым, приказав своим людям засыпать колодцы и поджигать степь на пути продвижения князя Голицына. Осознав, что на пути к перекопу его ждет лишь выжженная земля и войско начнет страдать от нехватки воды и продовольствия, Голицын принимает решение завершить поход. Часть войска под командованием Косагова, подкрепленная казаками с левобережья Днепра, Голицын оставил для борьбы с крымскими татарами, а остальная армия начала отход на территорию русского царства. Узнав о разделении русского войска, крымский хан принимает решение напасть на оставшийся на правом берегу Днепра военный лагерь под командованием Косагова, рассчитывая на эффект неожиданности. Русское войско действительно не ожидало нападения и было не готово к бою, поэтому атака татар стала для них полной неожиданностью. Несмотря на это, пешим частям русского войска удалось организовать оборону и встретить атакующих татар плотным ружейным огнем. Оборона, организованная пешими частями, дала русской кавалерии необходимое время для формирования боевых порядков. После подготовки к бою, русская кавалерия стремительной фланговой атакой опрокинула татар, которые понесли потери и спешно отступили с поля боя. После неудачного нападения на лагерь Косагова, крымский хан больше не предпринимал попыток атаковать русское войско. В 1688 году войско под командованием Косагова разбивает находящуюся в вассальной зависимости от осман Буджакскую Орду, после чего Косагов штурмом занимает османскую крепость Очаков, что обеспечило русскому царству выход к Черному морю. После занятия Очакова, Косагов приступил к строительству крепостей на Черноморском побережье. Весной 1689 года 150-ти тысячная русская армия под командованием князя Голицына переходит границу Крымского ханства и начинает движение к Перекопу. Поблизости от деревни Зеленая долина, русская армия встречает войско крымских татар и благодаря плотному артиллерийскому и ружейному огню заставляет противника покинуть поле боя. 20 мая русское войско достигает Перекопа, но узнав о том, что на самом Перекопе находятся лишь три колодца, а за ним начинается безводная стебель, Голицын понимает, что такого количества воды для войска явно недостаточно и принимает решение завершить поход. На военном совете был разработан план нового похода, который предполагал строительство перед Перекопом крепостей для накопления воды, что позволило бы русскому войску продвинуться вглубь Крымского полуострова, но этот план так и не удалось воплотить в жизнь. Осенью 1689 года Петр I отстраняет от власти свою старшую сестру Софью и становится фактическим правителем русского царства. В отличие от своей сестры, он не горел желанием вести активные боевые действия против Османской империи, так как считал своим главным врагом Швецию и планировал вернуть русскому царству выход к Балтийскому морю. Несмотря на это, он прислушался к просьбам греческого духовенства продолжить войну против Османской империи. В 1695 году Петр I начинает поход с целью захвата Османской крепости Азов. Русское войско численностью около 30 тысяч человек достигает Азова и начинает осаду крепости. Так как припасы и подкрепления поступали в крепость по морю, стало понятно, что длительная осада не принесет никакого результата. Русским войскам при поддержке донских казаков удается занять две колончи, которые охраняли выход в море, но на штурм хорошо укрепленной крепости Петр все-таки не решился. Он осознал, что без флота крепость не взять и принял решение завершить поход. В 1696 году Петр I начинает новый поход на Азовскую крепость. 28 мая сухопутная часть войска достигает окрестности Азова, заставив Осман запереться в крепости. В это же время построенный Петром флот, состоящий из галер, расположился в устье Дона, лишив возможности Осман поставлять в крепость подкрепления и продовольствия морем. 29 июня Петр предлагает гарнизону крепости сдаться, но получает отказ. 15 июля казаки самовольно занимают два османских бастиона наружной валовой стены. Спустя два дня Османы предпринимают попытку отбить потерянные бастионы, но после многочасового боя им пришлось отступить. Уже 18 июля гарнизон Азова согласился начать мирные переговоры, по итогам которых крепость была сдана русским, в обмен на возможность беспрепятственно покинуть ее. После занятия Азова основная часть русских войск вернулась на места постоянной дислокации, а сам Петр начинает Великое посольство. Во время пребывания в Голландии Петр пытался убедить генеральные штаты вступить в войну против осман, но получил отказ. Более того, он узнал, что генеральные штаты вместе с английским королем не только не планируют воевать против Османской империи, но и прилагают усилия для того, чтобы заставить Австрию отказаться от продолжения войны, да в Османской империи необходимую передышку. В 1697 году османская армия терпит сокрушительное поражение под городом Зента, что заставляет султана начать мирные переговоры. В итоге в 1698 году был заключен Корловицкий мир. Представителем русского царства на мирных переговорах был Возницын, который требовал от осман не только признать потерю Азова и занятого русскими войсками Черноморского побережья, но и передать в собственность русского царства крепость Керчь. Османы не соглашались на выдвинутые условия, но под угрозой Возницына немедленно возобновить боевые действия согласились на перемирие сроком на два года, которое закрепляло статус-кво. После заключения перемирия Петр I направляет в Константинополь своего представителя для заключения мира на выдвинутых ранее условиях. Переговоры продолжались долго с 1699 по 1700 год. В итоге мир все-таки был заключен на 30 лет. По условиям мирного договора османы признавали территориальные приобретения русского царства, но при этом русское царство отказывалось от своих претензий на Керчь. На этом война завершилась. Как только Петр I получил известие о заключении мира с османами, он сразу же отдал приказ русской армии начать движение по направлению к шведским границам. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.